Видео, подготовленное специально для сайта fb.ru Летом в сезон фруктов и овощей грех не побаловать себя таким вкусным и полезным лакомством, как арбуз. Эта ягода богата на витамины, микроэлементы. Она укрепляет иммунитет, выводит из организма лишнюю жидкость и даже препятствует преждевременному старению. Мы привыкли, что самая полезная и спелая арбуза появляется в конце лета, начале осени. Сегодня это утверждение не является актуальным, поскольку селекционеры вывели множество различных сортов. Так что не бойтесь покупать арбузы в июле, они безвредны. Правда, не все, а только те, которые вы правильно выберете. Опытный продавец ароматной ягоды рассказывает, как это сделать. Арбуз не должен быть очень большим или очень маленьким. В данном случае стоит выбирать золотую середину. Вес также не имеет значения, поскольку характеристики у разных сортов отличаются. Например, средний вес арбуза Crimson Gloria составляет 15-17 килограмм, а астраханского не более 10. Эксперт советует сразу отказываться от разрезанной ягоды. Во-первых, она быстрее портится. Во-вторых, теряет свою сладость и вкусовые качества. Так что половинки арбуза лучше не покупать и долго не хранить дома. Если продавец утверждает, что трещинка на ягоде появилась из-за того, что она спелая, не верьте. Это обман. Скорее всего, повреждение возникло из-за неправильной транспортировки. Соответственно, внутри уже появились микробы. Зачем вам продукт сомнительного качества и гигиены? Арбуз на 90% состоит из воды. Когда он полностью впитывает необходимое количество влаги, то корка становится очень плотной. Это главный показатель спелости. Надавите ногтем на ягоду. Если корка лопнет, то от покупки лучше отказаться. Иногда на корке можно увидеть дефект типа паутинки, вдавленный в корку. Если вы его обнаружили, то можете смело покупать арбуз. Это свидетельствует о том, что его часто посещали пчелы, а значит он спелый и сладкий. Яркие насыщенные зеленые полосы – еще один признак спелости. Кстати, чем контрастнее светлые темные полосы, тем вкуснее и слаще ягода. Еще обратите внимание на плодоножку. Она должна быть сухой, отсохшей. У спелых ягод также есть бледноватое пятно на боку диаметром где-то в 40 см. Обратите внимание на этот признак при покупке. Говорят, что арбузы девочки слаще мальчиков. Сегодня это сомнительное утверждение, но если вы в него верите, то можете самостоятельно определить гендерную принадлежность ягоды. Осмотрите противоположную сторону от плодоножки. Если этот край плоский, с небольшим пятнышком, то это девочка. Если видна маленькая и четкая черная точка, то перед вами мальчик. Еще один распространенный лайфхак. Постучите по арбузу. Если звук глухой, значит ягода еще не дозрела. Если звонкий, то такой продукт можно смело покупать. Правда, у вас должен быть идеальный слух, чтобы вы смогли уловить различия. Чтобы проверить мякоть на нитраты, поместите кусочек ягоды в литровую банку с водой. Если жидкость окрасится в яркий и насыщенный цвет, то нитраты присутствуют. Кстати, еще один показатель наличия химических веществ – это ярко-красный цвет мякоти и желтые прожилки. А знаете ли вы о таких хитростях в выборе арбуза? Пишите об этом в комментариях. Если понравилось видео и было полезным, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Материал подготовлен для сайта fb.ru